Добрый день, дорогие друзья, с вами Укрлайф ТВ и сегодня с вами Руслан Бортник. Руслан, добрый день. Здравствуйте, Марив. Руслан, скажите, пожалуйста, вот ударили ТЭЦ Трипольской, ну, практически уничтожили его, и этот ТЭЦ очень много, по-моему, там другие регионы обслуживал, то есть мощности были достаточные. Неужели нельзя было защитить все-таки это? Потому что в начале войны, я помню, что туда уже нападения были, туда уже россияне пытались его уничтожить, не получилось тогда. А почему сейчас так получилось? Непонятно, расслабились или что же случилось? Ну, поэтому я этот день не могу назвать добрым, могу сказать только здравствуйте, потому что действительно разрушение Трипольской ТЭЦ будет иметь тяжелые последствия для энергетической системы всей страны, и особенно для Киева. Поскольку после вывода Чернобыльской АЭС с эксплуатацией, после Чернобыльской катастрофы, Трипольская ТЭЦ была самой большой электростанцией в Киеве, в Киевской области. Она не только Киевскую область снабжала электричеством, но она снабжала и Черкасскую, и Житомирскую область. Она имела очень серьезное влияние на регулирование пиковых нагрузок в украинской энергетической системе. Насколько я помню, около 1800 мегаватт энергии могла вырабатывать эта станция. Ну, чтобы вы понимали, для сравнения, Дарницкая ТЭЦ производит 160, а ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6, которые тоже производят, они производят 500-600 на максимуме своих возможностей. Поэтому это будет большая потеря, которую мы прочувствуем на пиках потребления, скорее всего, или в жаркую пору лета, или холодной зимой. Если вообще проанализировать российские удары последнего месяца, то создается впечатление, что Россия пытается достигнуть двух целей. Во-первых, разрушить возможность энергетического запуска на следующий отопительный сезон в Украине, для того, чтобы как только похолодает, где-то там в сентябре или в ноябре, зависит от погодных условий, чтобы назначились очень серьезные перебои с отоплением, со светом в украинских домах, разрушить, соответственно, мощности для работы военно-промышленного комплекса и любой промышленности, потому что для них необходимы большие мощности. И, во-вторых, разрушить любые возможности использования украинской газотранспортной системы в качестве объекта хранения европейского газа. Мы предлагали свои газохранилища, мол, давайте нам свой газ, мы будем хранить этот газ, зарабатывать на этом и зарабатывать на хранении газа вместо того, чтобы зарабатывать на транспортировке российского газа. И, более того, разрушить возможности отбора этого газа с хранилищ для украинской системы, если будет нужно. А украинский энергетический баланс последнего года в значительной мере держался за счет газа, за счет потребления газа для разных нужд. И обогрева, и производство электроэнергии, и домохозяйств в значительной мере за счет газа. Вот чего пытаются достигнуть Россия. Я отвечаю, наконец-то, на ваш вопрос, почему сейчас там попали, почему сейчас удалось разрушить. Я думаю, что это комплекс причин. Первая причина – это то, что украинская противовоздушная оборона ослабла. То ли по причине того, что пишут Рёбке, отсутствие ракет к Петриотам, отсутствие ракет к Айрисам. Потому что Трипольская ТЭЦ находится в 30 километрах от Киева. Она, в принципе, должна прикрываться Петриотом и похожими системами. То ли в силу того, что эти системы перемещены на другие позиции. Например, ближе к линии фронта или еще куда-то. Из-за того, что мы посчитали, что в связи с окончанием отопительного сезона вероятность российских ударов именно по энергетическим системам уменьшилась. Вот почему. И кроме того, наверное, ситуация еще повлияла та, что российская армия тоже учится. И наши военные отмечают, что она стала намного точнее стрелять любыми видами боеприпасов. Вот эти три фактора, наверное, повлияли на то, что мы, несмотря на предыдущие заявления о 100% защите этого объекта, не смогли сохранить эту станцию. Но объем ущерба еще будет оцениваться. Посмотрим. Может быть, при помощи наших западных союзников к зиме удастся что-то запустить на станции. Хотя это будет очень сложно. И для этого нужны миллиардные инвестиции, судя по тем разрушениям, которые произошли. Ну и очевидно, что Россия, оказавшись неспособной победить Украину в прямой войне, теперь попытается ее разрушить изнутри. Создать условия, при которых ни экономика работать нормально не сможет, ни люди жить нормально не смогут в ситуации отсутствия или очень серьезного ограничения электричества или тепла. Вот смотрите, многие думают, что... Вот задают себе вопрос, да, каждый? Вот я тоже самый. Почему они зимой это не сделали? Да, вот зимой люди замерзали бы, да, там то есть. А сделали именно сейчас. Тут и... А с другой стороны, я анализировал, подумал, что это специально так была задумка. Многие думают, что они накапливали типа ракеты, и сейчас у них появились возможности, они начали уничтожать инфраструктуру. А на самом деле, я думаю, что наоборот. То есть они могли и зимой. Но зимой шума было бы больше. Люди замерзают. Запад начался. А сейчас, смотрите, никому дела нет. Вот 80% уничтожена, получается, вся эта энергосистема Украины. И все, и все молчают, понимаете. А зимой было бы совсем другое, как бы эта ситуация была бы. Как вы думаете? Зимой были бы обвинения в геноциде и во всем остальном, хотя Россию и так в этом всем, ну, в меньшей мере, конечно, обвиняют. Я думаю, что этот фактор мог повлиять на российское решение. Но главное, скорее всего, Россия поняла, что система ПВО уже не столь крепка, как она была раньше. Что или не хватает ракет для этой системы, или эти системы перенесены куда-то были в другие регионы. Теперь напомню вам, кроме того, что за последних месяца-два было несколько раз кадры, подтверждающие поражение этих западных систем. Патриотов, российскими силами и возле Донбассе, и в Харьковской области. Понимаете, возможно, часть этих систем были сдвинуты ближе к линии фронта для борьбы с этим террором, КАБами, которые Россия применяет и на Харьковщине, и при штурме Авдеевке применяла. И часть этих систем, конечно, стали жертвой войны. То есть они были уничтожены во время боевых действий. И сейчас, возможно, нам их не хватает. Сложная очень ситуация, которая показывает, насколько мы зависимы от западных партнеров, части возможности ведения войны, защиты своей территории, своей страны. Правильно сказал Кулеба, что в Европе 100 комплексов Патриот стоит. Нам нужно только 7, но никто не спешит нам их дать. По разной логике. Кто-то с политической точки зрения, кто-то с финансовой, потому что комплекс Патриот – это миллиард долларов стоимость комплекса Патриотов. По разным причинам, но так оказалось, что сейчас наши войска и наши возможности оказались практически наедине с российской армией и российским вторжением. Ну, честно говоря, в Европе уже на нас особое внимание. Я по себе. Вот эти дни, пару дней, где-то я поездил по городам. Франции, Испании, там был в нескольких городах. Уже практически нигде ты не заметишь, что есть война в Украине. Раньше там проезжали, когда флаги висели там где-то украинские, там еще что-то, да? А сейчас уже все, уже ничего нету. Понимаете как? Поэтому... Украинские общины еще пытаются поднимать этот вопрос, проводят какие-то мероприятия, митинги, демонстрации. Но да. В Европе стали на украинцев смотреть по-другому. Я тоже чувствовал это на себе, когда я выезжал в какие-то командировки в Европе. Лекции какие-то читать. Они смотрят уже на тебя не с сочувствием и желанием помочь, а смотрят на тебя с точки зрения, чем ты можешь быть нам полезен. То есть время, время вот такого сочувствия, сожаления общественного, готовности помочь чисто по гуманитарным таким мотивам. Это время, наверное, уже прошло. Да, остается нам надеяться только на себя, получается. Добренько. Руслан, наконец-то Верховная Рада приняла уже закон о мобилизации, новый закон. Вот какие ваши прогнозы, чем это грозит людям или как там? Или наоборот, лучше будет, как вы думаете? Ну, мы видели... Оптимизирует, может, как-то ситуацию. Этот закон позволит нам выиграть время до конца американских выборов. Поскольку мы видим, что этот закон является таким консенсусным, стабилизирующим для отношений между гражданской властью, президентом его командой, военным руководством страны, генералами, командирами бригад и западными союзниками. Западные союзники говорили, принимайте такой закон, вы должны выдавать больше молодежи в армию, усилить мобилизацию, и тогда мы будем вам помогать. Военные говорили, принимите такой закон, потому что только благодаря усилению мобилизации мы сможем удержать наши позиции, не допустить развала фронта, какого-то поражения. И поэтому я думаю, что вследствие принятия этого закона Украина получит какие-то дополнительные пакеты военной и финансовой помощи, улучшатся отношения, хотя улучшатся отношения между генералами и политическими лидерами, хотя в целом армия, я думаю, что большего ожидала этого закона, армия ожидала этого закона, конкретных сроков демобилизации, которые так и не попали в этот закон. Так и да, они попали. Но в целом этот закон позволит, возможно, выиграть время до конца американских выборов, пережить этот шторм политический, который сейчас идет на Западе, выборы в Европарламент, выборы британские, выборы американские. С точки зрения обывателя, гражданского обывателя в Украине, конечно, этот закон очень серьезное закручивание ГАЭ, очень серьезно ограничить жизнь особенно военнообязанных мужчин, поскольку теперь военнообязанные мужчины в Украине обязаны на протяжении 60 дней, после того, как закон вступил в силу, он еще не вступил в силу, обновиться, перерегистрироваться в системах ТЦК. Есть разные способы, можно через Центр оказания административных услуг, можно через свой кабинет, можно через непосредственно территориальный центр комплектации. Во-вторых, мужчины обязаны при себе носить военные документы все время. Все время обязаны носить военные документы. Если у вас нет этого военного документа, вы можете быть оштрафованы, или вы можете быть просто эвакуированы с улицы прямо в ТЦК, для прохождения военной комиссии, военно-врачебной комиссии и отправки в дальнейшую вооруженную силу. Более того, крайне упрощается процедура мобилизации, поскольку теперь законно в ней могут принимать участие не только сотрудники полиции, но и ТЦК, органы местного самоуправления и местные органы власти. Повестка считается врученной даже тогда, когда просто они поставили штамп, что они вам ее не вручили, но не нашли, вас дома не было, вы на работе в этот момент. После этого включается 10-дневный срок, если вы не прибыли в ТЦК, тогда ТЦК через органы направляет обращение в полицию, полиция направляет обращение в суд, и вам могут блокировать различные права. Получение, возможность водить автомобиль, получение каких-то административных документов. Кстати, это касается и украинцев, которые находятся за рубежом, если они не встанут на воинский учет ТЦК, то они потеряют доступ к консульским услугам, банально паспорт. Заканчивается, уже не можешь получать. Не можешь получить, не можешь продлить. Я думаю, много кого из украинцев это подтолкнет к обретению гражданства других стран, на самом деле. Кроме того, упростились процедуры и узаконились процедуры использования гражданского имущества военных целей. Например, конфискация автомобилей, если их два в семье, использование земель, использование строений для военных целей. Добавили... По-новому откроется история для инвалидов. Те люди, которые получили инвалидность второй и третьей группы после 24 февраля 2022 года, вынуждены будут повторно пройти комиссию. Больше не будет таких понятий, как частично пригодные или частично непригодные. Будут только пригодные или непригодные к военной службе. Ну, там много еще всякого рода положений. Детализирующих, кто может быть демобилизован, кто не может быть демобилизован. Сократились категории граждан, которые не могут быть мобилизованы в вооруженные силы. Например, за счет родственников второй категории или лиц с инвалидностью. потенциально обещают повысить военным, которые служат на нуле, их заработную плату еще на 70 тысяч гривен. Сейчас, или которые служат на нуле, получают 100 плюс 25 и тут им обещают еще плюс 70. Но, напомню, что это не за месяц, а эти деньги считаются по дням. То есть, если ты, условно говоря, служишь на нуле, ты три дня отслужила, три дня отдыхаешь в первой или второй линии, то тебе считается повышенная выплата только за три дня, а не за шесть. То есть, они там очень хитро все это считают. Думаю, что армия воспринимала это с таким легким разочарованием, хотя, в принципе, считает, что это движение в правильном направлении, поскольку необходимо усилить мобилизацию. Общество, граждане, гражданская часть нашего общества воспринимает эти нормы со страхом и с таким тихим кухонным негодованием, потому что это ограничит права многих людей. Потенциально, рано или поздно, мы придем, уже сейчас появилась процедура добровольной постановки на учет женщин, но потенциально мы придем и к мобилизации женщин, если эта война пройдется долго. Потенциально, скорее всего, будет снижен и возраст мобилизации уже сегодня. Тот же, например, Тарас Чмуд говорит о том, что необходимо с 20 лет мобилизовать. То есть, дальше этот маховик мобилизации набирает оборотов. Война все больше и больше втягивает в себя людей, к сожалению, и пока она не завершится, мы вынуждены будем все больше и больше усилить этого мобилизации. Не увеличится ли коррупция в связи с тем, что сейчас заново будет проходить медицинскую комиссию, кто годен, кто не годен. То есть, опять же, все это начнется. Коррупция, я думаю, увеличится. Как вы думаете? Вырастет спрос в магазинах товаров для плавания через ТИСу и, конечно, увеличится спрос на разного рода коррупционные услуги. Также увеличится спрос на разного рода бронирование. Напомню, что около миллиона человек забронировано в нашей стране, в чем это не только какие-то органы государственной власти или предприятия ВПК, но это около тысячи, двух тысяч деятелей культуры, разного рода журналистов, певцов и всего остального. Это огромное количество работников разных предприятий, включая таких, как Новая Почта, например, аграрных компаний, цирков и всего остального. Вырастет вот эта коррупционная мзда и ценность разного рода должностей, которые дают возможность бронирования. Ну, а история с ВЛК или военно-врачебными комиссиями, я думаю, что она, к сожалению, не закончится этим законом. Скорее всего, только ценник станет больше. Как вы думаете, ну же нельзя попроще делать? Все равно люди покупают какие-то там справки там или что-что-то и уезжают, да? То есть договариваются через пограничивали, легализовать все это, назначили. Вот 10 тысяч долларов платишь и уезжай. А вот эти 10 тысяч аккумулировать и сделать страховой какой-то фонд для служащих, все равно от этого человека, который он прячется где-то, не хочет воевать, от него толку не будет. Как вы думаете, ну же нельзя было попроще вот так сделать? Или это невозможно? Возможно, но это может иметь деморализирующий эффект на основную часть общества. Это очень сильно раздраконит уже служащих, воюющих. Рациональная логика требует действовать именно так. Она требует, во-первых, создать возможность откупиться, заплатить государственный бюджет. Да. Если человек может заплатить деньги, которые позволяют удержать 5-10 солдат, для чего ему служить, если он зарабатывает такие деньги? Конечно. полезнее в качестве, извините, дойной коровы, за счет которой можно финансировать ни одного человека взвод. Я почему... Извините, Руслан, я почему это сказал, что нужно было... Я сейчас смотрю, иногда выскачивает у меня короткие видео, вот это рельс, или как оно называется, то есть девушка там просто на улице ловит людей, спрашивает, сколько вам потребно денег, чтобы месяц там прожить в Киеве. Так я вообще обалдел. Люди называют 10-15 тысяч долларов, молодые ребята тратят такие деньги, чтобы прожить в Киеве. Понимаете, они могли эти деньги откупиться, а эти деньги нужны более тем солдатам, которые служат, которые воюют. Знаете, я знаю один элитный поселок за три месяца последних, там купили, ну на одной буквально улице куплено два дома в средней цене стоимостью 400 тысяч долларов. Вот, пожалуйста. То есть, мы должны понимать, что Киев становится местом концентрации, самых богатых людей, не все смогли уехать, в том числе едут с Днепра, с Запорожья, с Харькова, там было очень много людей с деньгами, с хорошими деньгами. Кроме того, война, обратите внимание, что во время войны бюджет Украины все время номинально рос. Вопрос в том, другой вопрос в том, что половина господинственного бюджета это помощь наших западных союзников, но номинально он растет. И сдержки госбюджета растут. Понимаете? А это означает, что эти финансовые потоки все равно кто-то перераспределяется. Военные, силовики, предприятия военно-провышенного комплекса, строители, коррупционные чиновники. В стране сейчас, я вам скажу, так может быть неприятно, но потенциально генерируется больше денег, нежели генерировалось раньше. или проходит через страну. Контроль над ними ниже, это война, ну сгорела, ну пропала, ну разбомбили, понимаете? Усушка, утряска. Поэтому меня не удивляет, что у нас просто меняется правящий класс, меняется богатый класс. Вместо бизнесменов приходят люди, связанные с властью, силовиками, генералитет. Понимаете? То есть меняется правящий класс, денег не стало меньше. Вот если, конечно, западные союзники уменьшат поддержку, вот тогда будет чувствоваться кризис. А так в стране огромное количество людей, которые зарабатывают сумасшедшие деньги. Ну как на любой войне. Это не только наша история. Это история любой значительной войны. Поэтому меня не удивляют суммы, которые там называют, кажется, Ангелини Пичик в Киевском пассаже, идущие через пассаж ребята. Да-да-да-да. Совсем не удивляют. Там действительно такие ходят, такие люди. Ну да, понятно. Хорошо, Руслан, теперь перейдемся в Америку. Как вы прокомментируете вот этот бардак, что делается? То помогаем, то не помогаем, то обходим Джонсона, то не обходим, то этот закон, то другой. Ну блин, в конце концов, ребята, ну что-то будет или не будет? Они хотят, вот Джонсон предложил новый закон, типа принять давайте, сделаем типа кредит, да, а его же все равно надо будет потом через верхнюю палату пропустить. Это опять время, понимаете или нет? Вот как? Давайте я сейчас упрощу немножечко ситуацию. Зрители, не обижайтесь, я упрощаю ее только для понимания. Она чуть сложнее в деталях, то есть она намного сложнее в деталях, но принципиально так оно и есть. Трамп наложил вето на оказание помощи Украине, Израилу и все остальное. Все. Он наложил это вето через свою группу в палате представителей. Джонсон, как, знаете, уж на сковородке, пытается найти какой-то баланс внутри республиканцев между трема разными партиями, между трампианцами, между военным лобби и между республиканцами и изоляционистами. Там три партии внутри республиканцев в одной палате представителей и Белым домом и демократами, которые доминируют в Сенате. Пытается найти какой-то баланс. Потому что мы же видим, что ему та же самая госпожа Грину угрожает отставкой в случае чего. Да, да, да. Да. И демократы, это не украинская политика. Демократы не поддержат, не смогут все равно поддержать Джонсона, даже если он будет действовать в их интересах. И если возникнет вопрос отставки, то демократы помогут его отставить. Могут. Это будет означать революцию, полный переворот американской политической системы. Трамп наложил в это. Это вопрос другой. Почему Трамп наложил в это? Трамп не относится плохо в Украине или хорошо. Трамп наложил в это из-за того, что Белый дом и демократы атакуют его без правил внутри американской политической системы. прежде всего, я говорю о судебных преследованиях бесконечно. Исках, решениях суда и все остальное. И Трамп ставит условия или вы прекращаете это юридическое преследование, или я блокирую всю вашу внешнюю политику Белого дома до окончания выборов. Но у него 175 миллионов. Да, Украина или Израиль, граница в Мексике, деньги, которые выделяются из бюджета на налоговые службы в США, кредит или грант второстепенный. Это уже детали, которые пытаются придумать для или обоснования позиций, или для выхода из кризиса. И если Белый дом продолжит эту войну с Трампом, Трамп продолжит блокировать. Ну, Трамп, смотрите, он внес уже, да, 175 миллионов. или там говорят, что его друзья внесли там, или кто там. Да. Ну, ладно, этот суд там каким-то... Следующий могут... У меня же там за ним хвост тянется, а же будет здорово сколько там разных судебных этих исков там против него. Он же не может без конца вот это вот. Или он надеется, что все-таки вот это так пройдет, дойдет до выборов, он победит и всем все это закончится. Я смотрел, что делают его адвокаты. Главная стратегия его адвокатов сейчас в США это отложить рассмотрение этих дел на после выборов. Затянуть процесс. Затянуть процессы, отложить рассмотрение, поставить под вопрос залоговые суммы, которые от них требуют, или уменьшить их, если уже решение суда состоялось. Они пытаются все это отложить на после выборов. И выборы фактически определяют судьбу этих дел. Конечно, если Трамп победит на президентских выборах, то многие из этих дел просто рассыпятся. Тихонечко их спустят в канализацию, извинятся, выйдут, знаете, за угол, зайдут в туалет, запихнут его в унитаз и спустят. Часть этих дел продолжится против Трампа уже как президента для того, чтобы держать его в узде, оказывать на него токсичное влияние. Если Трамп проиграет выборы, то эти дела превратятся против него в уголовные сроки. Или могут, забудут просто про него, да и все. Нет. Будут догонять. Думаю, что Трамп будет иметь хорошие шансы сесть, если он проиграет эти выборы, и создать прецедент в американской истории. Сидящий в тюрьме президент, экс-президент. Поэтому вот какая борьба. Будет ли оказана помощь в Украине? Думаю, что могут все же договориться, оказать какой-то пакет кредитной помощи. Больше шансов, чтобы договорятся на каком-то этапе. Но это не будет 60 миллиардов, это будет совсем не то, что Украина хочет. Тем более, что со стороны США, да и со стороны даже Европы, ситуация в Украине видится не столь критичной, как она видится с Украиной. Американцы открывают карту и говорят, а что там происходит на фронте за три месяца? Да ничего, Россия прошла 10 километров. Понимаете? С точки зрения большой карты, вот за этих США не оказывают помощи Украине с первого января номинали. Ну там какие-то малые пакеты. А байденовский пакет на 60 миллиардов заблокирован еще с первого сентября прошлого года. И за это время Россия не взяла, не знаю, какой-то областной центр, не захотела какие-то значительные территории. С точки зрения США и Запада, постороннего наблюдателя, невовлеченного, какую-то катастрофу пока не происходит. Как вы думаете, вот то, что сейчас наводнение в России, немножко повлияет там, ну, на ситуацию на фронтах, или это так, мелочь для России? Что вы имеете в виду? Ну, наводнение в России, огромные же территории там, наводнение, там, все-таки на экономику это повлияет там как-то, или? Влияет на отдельные регионы, на падение доверия к власти в отдельных регионах, это, знаете, зна бессилия российской власти. Но я не думаю, что это кардинально как-то изменит ситуацию в России. На Россию повлиял очень серьезно теракт в Прокусе, очень серьезно. Социологии, я уже видел, где-то 4 или 5 российских социологий показывают рост тревожности в два раза, там, рост чувства незащищенности в два раза. То есть, в принципе, теракт в Прокусе в значительной мере дестабилизировал российское политическое сознание. И хотя эта тревога, она не является сейчас доминирующим чувством все же, то есть, но где-то до половины российского общества даже сейчас сохраняет тревожность, после этого теракт. Вопросов к государству стало больше, уверенности стало меньше. А я думаю, что наводнение, понимаете, Россия постоянно то топится, то горит, то пожары, то наводнения. То есть, мне кажется, что российское общество достаточно философски и цинично воспринимает эти природные процессы. Нет, просто, с другой стороны, если посмотреть, это доказывать обессилие власти, там, они ничего не могут делать, понимаете, как, то есть, там, куда ни кинься, того не спасли, того это, там, ну, бардака тоже хватает, так что, я думаю, что... Вы говорите, Крокус повлиял, ну, то есть, морально как-то повлиял все-таки на население, да? А вы не исключаете, что там все-таки российские спецслужбы были связаны с этим? Я не исключаю, но я не знаю. Я ничего не исключаю. Знаете, пока меня не убедили в противоположном, я ничего никогда не исключаю. Только, ну, глупый человек или пропагандист может сразу отметить любую версию. Да. Но доказательств, доказательств нет, мы можем, мы можем только констатировать и то, как это повлияло на российское общество, и то, как пытается использовать эту трагедию российское государство. А мы видим, что Россия пытается все больше и больше вывести фокус на Украину, на западных союзников. Она готовится к публичному, официальному, полностью обвинению Украины в организации этого теракта. Для чего? Ну, вы знаете, я, с точки зрения логики, в России не должно быть мобилизации. Сейчас нет условий для мобилизации, для новой волны мобилизации. Но вот теракт в прокусе потенциально дает для нее повод. Да, я думаю, что они и без теракта могли спокойненько мобилизовать? Нет, 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 понимаете, нет условий. В России нет того старого средневекового тоталитаризма, авторитаризма. Мнение президента и элиты играет, другое, нужны формирования условий. Первая мобилизация с сентября 2022 года проходила под лозунгами «Спасай Россию». После поражения на Харьковском направлении и выхода украинских войск на Украино-российскую границу в Харьковской области возникла угроза полного поражения российской армии. И под лозунгами «Спасай Россию», напомню, под лозунгами и удобряя это сладким вкусом референдумов так называемых об аннексии украинских территорий, Россия провела эту мобилизацию и даже 300 тысяч мобилизаций вызвало серьезные проблемы внутри российского общества и серьезные проблемы внутри российского государства, как управлять этими людьми. По разным оценкам там от 300 тысяч человек до миллиона покинули территорию России. Помню эти очереди в Грузии и все остальное. Но тогда был повод, была рациональная видимость, необходимость для российского общества. Сейчас же российская пропаганда убеждает россиян в том, что война идет по нашему плану, мы владеем военной инициативой, для чего тогда проводить мобилизацию? Более того, Путин сказал несколько раз, что мы не собираемся ее проводить. Хотя и в прошлый раз то же самое говорилось в 2022 году. Поэтому я думаю, что в ситуации, когда ты наступаешь, проводить мобилизацию можно только в том случае, если ты повышаешь градус эскалации. И вот Крокус может быть использован для мобилизации. Для новой мобилизации под лозунгами «давайте уничтожим так называемое террористическое государство Украины». Дело в том, что я читал, многие уже приходят к выводу, что у российских солдат или военных, или мобилизованных уже есть мотивация даже идти на войну. Потому что у кого там брата убили, у кого там отца или родственника. То есть у них мотивация больше сейчас, чем в начале войны даже. Поэтому я думаю, что у них проблем не будет для мобилизации. Смотрите, уровень вовлеченности российского общества еще ниже, нежели украинского, но тоже увеличивается. Вот если уровень вовлеченности украинского общества, а я говорю о параметрах, например, когда социологи спрашивают о ранении или гибели знакомых, близких, там и все остальное, когда социологи спрашивают о том, насколько вы активно помогаете вооруженным силам Украины. Вот уровень такой вовлеченности в Украине 80% где-то. 80% нашего общества вовлечены в оборону, в войну. У уровня вовлеченности российского 40-50. Там, да, там меньше. Но он растет. Но он растет в силу тех факторов, о которых вы говорите, в том числе теракт в пропусе сделает увлеченность еще выше. Да. И это правда. Более того, мы видим, что с 1 апреля, прошу прощения, буквально там 10 дней назад в России резко начали повышать единоразовую выплату при подписании контракта с армией на было 200 тысяч рублей, а осталось 700 тысяч по некоторым регионам. То есть это, очевидно, подготовка и попытка интенсифицировать привлечение мужчин в армию или подготовка к новой волне мобилизации. Как вы думаете, Руслан, вот много разговоров, что весной, летом Россия начнет увеличивать натиск, как бы пойдет снова в атаку, возможно, в Харковское направление, в Сумское, Черниговское. Не исключают даже, что в Киеве могут быть проблемы. Как вы думаете? Я не вижу в России сейчас силы достаточной для наступления на Киев, например. На Сумы, на Чернигов тоже, наверное, нет. На Сумы Харьков может Россия попытаться, оценивают накопленный резерв где-то 100-160 тысяч человек сегодня России, может Россия попытаться пойти на эти регионы. Российское общественное мнение после боев на пограничье в Курской и Белгородской областях во время выборов президента России, оно требует подталкивать российскую власть к созданию этого буферного, буферных территорий, к оккупации этого пограничья для того, чтобы не страдали российские регионы. Но мы понимаем, что расширение зоны активного противостояния при решении линии фронта требует дополнительных значительных дополнительных ресурсов стороны России и не факт, что они у нее тоже есть. Поэтому более высока вероятность, что российская армия попытается наступать на Запорожском направлении, чуть менее высока вероятность, что все равно на Харьковском и еще менее, что Россия бросит эти резервы на Донбасский фронт, пытаясь захватить всю территорию Донецкой области. Резерв есть, с учетом того, что Украина сегодня живет на очень скудном пайке военной поддержки со стороны союзников, Россия попытается в этом году захватить максимум территории Украины. Максимум, что она сможет, для того, чтобы с новой американской администрацией или новой старой американской администрацией говорить с более выгодных переговорных позиций. Поэтому Россия будет наступать. Скорее всего, пик этого наступления припадет на период с июля по ноябрь этого года, на вторую половину того будет. Чтобы это имело влияние и на ход американских клубов. Ну что же, Руслан, я думаю, что на этом закончим сегодняшнюю нашу беседу. Спасибо, что были сегодня с нами. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья, что вы смотрели нас. Хочу еще раз сказать, что у Руслана Бортника тоже есть свой YouTube-канал. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и продвигайте нас. Спасибо всем. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова